На запах сложно сказать, чем она пахнет, чем-то какой-то, как отработкой, что ли, гарью. Может, они что-то обмывают, какие-то тары рабочие. То есть, запах присутствует у воды явно. На участках садового товарищества «Приморье» стоит отнюдь не весенний запах молодой травы. Как минимум, с прошлых выходных на въезде в СНТ появилась зловонная лужа, которая стала разливаться по округе, стекая по дорогам грязными ручьями. В субботу ездили родители, сказали, что у нас какая-то вода течет, собственно говоря, от маслозавода. Прошло какое-то время, мы приехали вчера, это был вторник, и здесь все так же течет. По одной из дорог проехать дальше 300 метров уже не получится, не позволит грязь. Именно в этом проулке жижа начала затапливать дачные участки. И, возможно, хозяева еще даже не знают, что их огороды удобрили с помощью вот такой непонятной субстанции. Течет по всей улице и раскидывается на две улицы, и как бы уже начало затапливать первые дачи. Которые участки идут вот по периметру, туда ниже, да, их начало топить. Нас еще пока не начало топить, потому что чуть повыше находимся. Но если учесть, что взять до выходных, то, наверное, и нас тоже затопит, потому что достаточно интенсивно течет вода. Эти вонючие ручьи растекаются от забора маслозавода. На видео видно, что эта жижа течет с территории предприятия. Вот огромная куча подсолнечной лузги, и с нее, как с гор, стекают грязные потоки. Видимо, шелуха здесь лежит давно. Осенью она впитала в себя осадки, начала гнить, потом замерзла, и вот теперь залежи начали оттаивать, образуя моря вонючей жидкости. Но почему течет она не в какой-то специальный коллектор, а прямо на дорогу, затапливая дачи? У нас здесь есть залив Волги, и туда дальше тоже сама непосредственно Волга. То есть, это, соответственно, все течет к нам в воду. Это прямое нарушение, поэтому вместе с Ксенией мы сообщили об этом на номер 112, а также государственному инспектору по охране природы Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Вячеславу Журавлеву, который экстренно прибыл на место происшествия. В Роспотребнадзор мы не дозвонились. Там по традиции не отвечают на телефонные звонки. Вячеслав Журавлев, зафиксировав всю информацию, даже на всякий случай набрал коричневую воду в чистую бутылку. Вдруг сотрудники Роспотребнадзора так и не доберутся до места разлива, а узнать, что за жидкость льется на огороды, нужно. Уже когда мы уезжали, на место пришли работники завода. Видимо, реакция на звонок на 112 началась. Но эти два человека отказались что-то говорить, сославшись на то, что они всего лишь пожарные. Может и так, но в спецформе был только один из них. Как бы то ни было, нарушение зафиксировано. Посмотрим, какое наказание понесет за него завод. Продолжение следует...